Сегодня мы продолжим слушать Божью повесть, повесть Священного Писания. Наша часть для изучения сегодня – это книга Судей, главы 16, 17 и 18. Это предпоследняя проповедь, посвященная книге Судей. Она называется «Божья повесть», в двоеточие, «Внук Моисея». «Божья повесть», «Внук Моисея». Начнем читать. Скажите, чему посвящены последние главы книги Судей? Вот, начиная с 17 главы до конца. Какая тема? О чем идет речь? Главы 17 и 18 посвящены Левиту, который жил в доме Михи. Две главы этому посвящено. Затем последняя история книги Судей также посвящена Левиту. Левиту, у которого была наложница и последовавшая страшная история с нею. Это главы 19, 20 и 21. Последние пять глав книги Судей посвящены описанию Левитов. Это рассказ о состоянии духовенства во время Судей. Мы точно не знаем, когда, в какое время произошли эти две истории. Левит в доме Михи и Левит с наложницей. Но они завершают библейское повествование и добавляют к общей картине того, что происходило в духовном контексте, в состоянии народа в тот период. Показано состояние духовенства в период Судей. Итак, начинаем читать. Книга Судей, 17 глава, первые шесть стихов. «Был некто на горе Ефремовой именем Миха. Он сказал матери своей, «Ты сейчас сто стекли серебра, которые у тебя взяты, из-за которых ты при мне изрекла проклятие. Это серебро у меня. Я взял его». Мать его сказала, «Благословен сын мой у Господа». И возвратил он матери своей тысячу сто стекли серебра. И сказала мать его, «Это серебро я от себя посвятила Господу для сына моего, чтобы сделать из него истукан или той кумир. Итак, отдаю он ее тебе». Но он возвратил серебро матери своей. Мать его взяла двести стекли серебра и отдала плавильщику. Он сделал из них истукан или той кумир, который и находился в доме Михи. И был у Михи дом Божий. И сделал он Ефод и Терафим. И посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником. В те дни не было царя у Израиля. «Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Как вам эта история? Похоже на то, о чем мы читали предыдущие главы книги Судей. В отношении того, насколько низко народ Божий пал во свете Божьей воли и Божьих заповедей. Интересно отметить, что они о Боге знают, об истинном Господе знают. Они называют Его тем именем, которым Господь открылся Моисею во время горящего куста. Они используют имя Юдхей Вавхей, тетраграмматон, четырехбуквенное имя, которое у нас переводится как «Господь». Яхвы и Ягова по-разному Его предлагают. То есть они знают это имя. Во втором и в третьем стихе мать говорит, удивительно, удивительно, второй стих. «И сказала мать его, это серебро я от себя посвятила кому?» Что нам нужно? Какой стих нужен? Третий стих. «Это серебро я от себя посвятила кому?» «Господу». То есть именно есть разные божества. Самые знакомые какие? Ваал, Астарта, Хамас. И называются. Молох, разные божества называются. Но Яхве – это Господь, Творец неба и земли. И она говорит, «Я это серебро посвятила Яхве, посвятила Господу». Для чего? То есть зная о Боге, зная истинного Бога, зная о Нем, тем не менее народ Божий четко и конкретно нарушает Божью волю. Давайте проанализируем этот отрывок. Какие нарушения Божьих заповедей здесь есть? Вот мы уже посмотрели. «Это серебро» – третий стих. «Это серебро Я от Тебя посвятила Господу для сына моего, чтобы сделать из него истукан или той кумир». Какая заповедь нарушена? «Не делай себе» – книга Исход, 20 глава, 4-й и 5 стих. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им». Никакие объекты, изделий человеческих не должны быть объектом поклонения или служения. Здесь явные нарушения. Но в честь Господа, обратите внимание, вы знаете, этот лейтмотив, он очень часто звучит. «Да, есть всякие разные языческие традиции, да, они вошли в христианство, да, но мы это ради Иисуса Христа делаем». Слышали такое? «Я же не поклоняюсь тому древнему Богу, который представляет собой беса, демона». Нет, все ради Иисуса, ради истинного Господа. Вот именно эта ситуация, дорогие, здесь описывается. Для Господа она посвятила, а делает что? Прямо, противоположное, заповедям, Господним. Это в литературе называется синкретизм, это смешение, поклонение Богу языческими способами, путем нарушения Божьей воли. Это то же самое, что было у горы Синай, когда золотого тельца сделали, об этом у нас была проповедь. «Завтра праздник Господу», сказал Аарон, да, не Апису египетскому, в честь которого бык был изготовлен, так, не Осирису, символом которого бык был, а Господу, сделали золотого тельца, стали есть и пить, играть, развратничать. Вот. Вот. Вот эта ситуация тут. Идем дальше. Что еще? Какие еще здесь нарушения Божьих заповедей? Пятый стих. Пятый стих. Написано, «И был у Михи дом Божий». Это очень интересно. Дом Божий. Это устойчивое словосочетание в Священном Писании. Правда? Скажите, ну, разве плохо, когда есть дом Божий? Тем более, вот, когда мой дом и есть дом Божий, никуда ходить не нужно, да? Вышел себе там в часовенку во дворе или прям часть дома отделил, и вот, типа, В чем проблема? Есть вообще проблема здесь или нет? Давайте посмотрим в рамках нашего же отрывка, 18 глава книги, судей, 31 стих, судей 18-31. «И имели у себя истукан, сделанный Михаю, во все то время, когда...» Какая фраза дальше? Дом Божий, видите? Когда дом Божий находился в Силоме, то есть дом Божий уже есть, он уже построен, он построен, святилище построено еще у горы Синай, когда Господь дал откровение, как, из каких материалов и каких размеров нужно это все построить. Уже дом Божий есть. Более того, книга Второзакония, читаем 12 глава стихи 13-14, Второзакония 12 глава 13-14, заповедь. «Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но на том только месте, которое изберет Господь в одном из колен твоих, приноси всесожжения твои и делай все, что заповедую тебе». Видите? Запрещено было устраивать другие дома Божьи. Только одно место было центром богослужения. Нигде больше нельзя было ни фимиам воскурять, ни жертву приносить, ни какое-то церемониальное, ритуальное служение осуществлять. Четкий запрет Торы здесь был нарушен. И был у Михи дом Божий, и был в Силоме дом Божий. Прямое нарушение. Что еще здесь неладно? Какие еще нарушения Божьих заповедей есть в этом отрывке? Продолжаем смотреть на 5 стих. Судей 17,5. «И был у Михи дом Божий, и дальше что? И сделал он Ефод». Что такое Ефод? Давайте вспоминать, это книга «Исход», 28 глава, стихи 3-4. «И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне». Чтобы посвятить человека, чтобы человек мог быть священником, нужны специальные одеяния. 4 стих. «Вот одежды, которые должны они сделать на перстник Ефод, верхняя риза, хитон стяжной, кедар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону брату твоему и сынам его, чтобы он был священником мне». Были изготовлены одежды, причем специального состава, о чем сказано «не делай одежды из шерсти или навместе». Это только священникам было дозволено такую комбинацию материалов носить на теле. Был строгий запрет другим изготавливать подобное и носить. Дальше написано книга Исход 29.29 «О священные одежды, которые для Аарона, перейдут после него к сынам его, чтобы в них помазывать их и вручать им священство». Чтобы быть священником, нужно быть облаченным в одежду, которая была изготовлена изначально для Аарона. Эта одежда переходила по наследству и в ней осуществлялось священодействие, таинство посвящения в священнике. И никому другому нельзя было это делать. А тут пожалуйста. Миха сделал Ефод. Еще одно нарушение. Он сделал священную одежду, которую запрещено было делать и носить иным. Что еще? Возвращаемся. Судей 17.5. 17 был пятый стих. Что еще вы видите? Какие еще нарушения? Покажите нам книгу Судей 17.5, пожалуйста. Сделал он Ефод и Терафим. Что такое Терафим? Давайте читать из книги Езекииля 21.21. Езекииля 21.21. Потому что царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для чего? Для гадания. И как он осуществляет гадания? Трясет стрелы, вопрошает Терафимов, рассматривает печень. Интересно, правда? То есть Терафимы, ну, значение этого слова это маленькие статуэтки домашних башков. И вот царь Вавилонский их использует для гадания, потому что ему нужно принять решение, куда, какой дорогой направиться. Еще один отрывочек о Терафимах. 4 царь 23 глава 24 стих говорит «И вызывателей мертвых, и волшебников, и Терафимов, и идолов, и все мерзости, которые появлялись в земле иудейской и в Иерусалиме, истребил Иосия, чтобы исполнить слова закона, написанные в книге, которую нашел Хелкий, священник в Доме Господнем». То есть Терафим как назван? Какое общее слово? Мерзость. Наряду с вызывателями мертвых, волшебниками, идолами, это все мерзость, и это идет против слова закона, написанного в книге закона. Это строго-строго запрещено. Миха это делает. Возвращаемся. Судьи 17 глава 5 стих. Что еще? Какое еще нарушение? Что еще он сделал? Написано «посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником». Как удобно, да? И дом Божий у тебя, и все атрибуты у тебя, еще и священник карманный, свой собственный. В чем проблема? Книга числа 3 глава 10 стих и множество подобных запретов. Вот что написано. «Аарон уже и сынам его поручи числа 3.10, чтобы они наблюдали священническую должность свою, хранили другой перевод, сторожили, а если приступит кто посторонний, предан будет смерти». Было строго-настрого запрещено любому другому приближаться. Помните, что произошло с человеком, который хотел пособить, чтобы ковчег Божий не свалился с телеги и так далее? Или с жителями Кириафиарима, которые, нет, перед Кириафиаримом, которые заглядывали в ковчег заведований. То есть, очень было строго запрещено. Тем не менее, тем не менее, он посвятил одного из сыновей. А может быть, они были из колена левия, может быть, эти сыновья были, в принципе, из рода Аронова, да? Как вы думаете, были или не были? Вот что мы читаем чуть позже, 17 глава, 13 стих, судей 17-13, и сказал Миха, «Теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что левит у меня священником». Вот когда вот пришел тот молодой человек, о чем мы сейчас будем читать, тогда Миха говорит, «О, теперь точно! Теперь я знаю, потому что левит». Он понимает, вы видите, он понимает, что левиты, то есть, потомки левия, а в частности, священниками, только потомки Аарона могли быть, и он теперь радуется. А до этого, осознавая, что он нарушает, он ставит своего сына. Итак, это вот некоторые, мы насчитали пять, пять вот таких вот грубых нарушений, четко сформулированных Божьих заповедей при знании Господа и при самообмане, что мы это делаем для Господа. А если форма чуть-чуть не та, если чуть-чуть не то сделали, ничего страшного. Знакомо звучит? Очень серьезный вопрос. Теперь читаем дальше, 17 глава Судей, стихи 7 по 13. Один юноша из Вифлеема Иудейского, из колена Иудина, левит, тогда жил там. Этот человек пошел из города Вифлеема Иудейского, чтобы пожить, где случится, и, идя дорогу, и пришел на гору Ефремову к дому Михи. И сказал ему, Миха, откуда ты идешь? Он сказал ему, я левит из Вифлеема Иудейского, и иду пожить, где случится. И сказал ему, Миха, останься у меня, и будь у меня отцом и священником. Я буду давать тебе по десяти сиклей серебра на год. Потребное одеяние и пропитание. Левит пошел к нему и согласился Левит остаться у этого человека. И был юноша у него, как один из сыновей его. Миха посвятил Левита, и этот юноша был у него священником и жил в доме Михи. И сказал, Миха, теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что Левит у меня священником. Что проблемного в этой истории? Начиная с восьмого стиха. Написано, написано, этот человек пошел, чтобы пожить, где случится. А в чем тут проблема? Хочешь, в этом городе живешь, хочешь в другом? Давайте вспомним. Книга числа, 35 глава стихи 7 и 8. Всех городов, которые вы должны дать Левитам, будет 48 городов с полями при них. И когда будете давать города из владения сынов Израилевых, тогда из большего дайте более, из меньшего менее. Каждое колено, смотря по уделу, какой получит, должно дать из городов своих Левитам. мы узнаем, что Левиты были расселены, распределены по всему Израилю равномерно, в зависимости от плотности населения. Потому что их задача, об этом у нас была в этом цикле проповедей, проповедь называлась «Служение Левитов». Их задача была духовно окормлять, обучать, служить вот тем, кто рядышком жил. То есть, они были при своем служении. Но, но, 18 глава книги Числа, стихи 23-24, «Пусть Левиты исправляют службу в скине и собрании и несут на себе грех их». Помните, они приходили дважды, то есть, две недели в году они служили именно у святилища и в святилище. «Это устав вечной вроды вашей. Среди же сынов Израилевых они не получат удела, так как десятину сынов Израилевых, которую они приносят в возношение Господу, я отдаю Левитам в удел, потому я, потому и сказал я им, между сынами Израилевыми они не получат удела». О чем этот отрывок? Одно колено из тринадцати было посвящено на особое служение. У них не было своих участков, кроме там небольшой окружности, небольшого периметра вокруг городов Левитов, чего недостаточно было для того, чтобы поддерживать себя с земли, выращивать что-то или там животноводством заниматься. Господь говорит, «Я ваш удел». Вы среди сынов Израилевых не получите удела, потому что десятину, так как десятину сынов Израилевых, которые они приносят в возношение Господу, «Я отдаю Левитам в удел». Вот их удел. И когда все было сделано так, как Господь замыслил, то тогда Левиты жили в своих городах, осуществляли свое служение, большую часть года образования народа, две недели в году священодействия, и все нормально. Скажите, почему вдруг человек ищет, где пожить? Какие догадки могут быть? Почему ему не живется в Вифлееме, в священническом городе, в городе Левитов? Исходя из того, что мы знаем о духовном состоянии в период судья, о духовном состоянии народа, кто укажет причину? Прекратилось, спасибо, прекратилось содержание. Воля Божья нарушалась. Десятину святыню Господню не возвращали, или если возвращали, то в количествах недостаточных для того, чтобы люди могли пропитаться, чтобы они могли прожить. А этот человек, который с молодости получает образование для того, чтобы готовиться к службе, он, когда пришло время самому зарабатывать на хлеб, обнаружил, кушать хочется, а нечего. И вот эта фраза, я еще раз ее читаю, он пошел, чтобы пожить, где случится, она открывает большую трагедию, состояние духовенства. духовенство не поддерживалось надлежащим образом. А почему? Потому что духовный уровень народа был низким, они нарушали заповеди Божьи. А почему? Откуда народ должен был знать про заповеди Божьи и так далее? Ведь тут какой-то, скорее всего, замкнутый круг. Священники нарушают закон, не учат заповедям моим, народ не знает, не возвращает и так далее. То есть вот это одна проблема. И 10 стих говорит, Миха предлагает этому левиту, который вынужден искать себе пристанище, где случится, он говорит, я буду давать тебе по 10 сиклей серебра на год потребное одеяние и пропитание. То есть есть где жить, есть что кушать, плюс еще и денежное вознаграждение. И ну вот теперь вопрос. Если бы вы были на месте этого молодого левита, как бы вы поступили? То есть вы так пошли познакомились, Миха вас там покормил, познакомил. Вот мой сын священник, вот тут у меня есть истукан, вот тут у меня есть терафим, вот у меня есть свой ефод, и в принципе тут у меня тот дом Божий. То, что там происходит в селоме, как бы это самое, давай ко мне, что бы вы сделали? Знаете, этот вопрос далеко не праздный, потому что теоретически легко сказать, ну, давайте скажем так, как правильно бы поступить надо? вы бы пошли служить в языческое капище, названное именем Юдгей Вавгей, Дом Господний, вы бы пошли? Где мерзость, где Божьи законы нарушаются постоянно, вы бы пошли? Понимаете, правильно ответить мы все знаем, как, а как бы вот каждый лично ответил, это уже вопрос, потому что, повторим, кушать хочется. У него нет земли, на которой он мог бы посеять, гречку вырастить, продать, заработать или самому есть. Ему негде заниматься выводом своих животных и так далее. То есть, ну, он получил образование, он, как говорится, у него семинары за плечами, допустим, да, мы точно не знаем, но то, что они обучались, это Библия рассказывает. То есть, возлюбленные, он согласился служить там, где была мерзость, потому что платят, потому что тепло, потому что базовые нужды удовлетворены. Переходим к 18 главе. Книга «Судьи», 18 глава, первые шесть стихов. Снова повторяется вот этот вот тезис. «В те дни не было царя у Израиля, и в те дни колено Дановы искало себе удела, где бы поселиться, потому что то ли не выпало им полного удела между коленами Израилевыми. И послали сыны Дановы от племени своего пять человек, мужей сильных, из Соры и из Таола, чтобы осмотреть землю и узнать ее. И сказали они, «Пойдите, узнайте землю». Они пришли на гору Ефремову, к дому Михи и ночевали там. Находясь у дома Михи, узнали они голос молодого левита и зашли туда и спрашивали его, «Кто тебя привел сюда? Что ты здесь делаешь? И зачем ты здесь?» Он сказал им, «То и то сделал для меня Миха, нанял меня, и я у него священником». Они сказали ему, «Вопроси Бога, чтобы знать нам, успешен ли будет путь наш, в который мы идем». Священник сказал им, «Идите с миром, пред Господом путь ваш, в который вы идете». Итак, у нас вначале Библия описывает дом и ситуацию, все, что там находилось, потом описывает левита, который туда попадает, а теперь описывает представителей целого колена, которые туда попадают. И они говорят, «Вопроси Господа». Так? Они сказали, «Вопроси Бога, чтобы нам знать». Что вот эта фраза означает, «Вопросить Бога?» Как это делалось? Помните ли вы какие-то примеры Священного Писания? Давайте вот прочитаем из первой книги Царств 23 главы стихи с 9 по 12. Первая Царств 23 глава с 9 по 12. «Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Виафару, «Принеси Ефод». Узнаете слово, да? «Принеси Ефод». Тот самый, настоящий, поверх которого одевался нагрудник, наперстник в синдальном переводе. И в этом наперстнике что было? Разные драгоценные, полудрагоценные камни и еще какие-то два слова там были очень важные. «Урим» и «Тумим». «Принеси Ефод». Дальше. «И сказал Давид, Господи, Божий Израилев, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Кииль разорить город ради меня. Придадут ли меня жители Кииля в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб твой, Господи, Божий Израилев, открой рабу твоему? И сказал Господь, придет». Библия не рассказывает, как Бог сказал, но описывается, что происходило, когда был Ефод. «Придет». И сказал Давид, 12 стих, «Предадут ли жители Кииля меня и людей моих в руки Саула?» «И сказал Господь, предадут». То есть, вот что означало вопросить Господа в ту эпоху с использованием Ефода. У этого левита Ефод есть, и он вопрошает Господа. Как вы думаете, Господь отвечает через поддельный Ефод, через вот эту бутафорию? Тем не менее, он их благословляет. Да, говорит, «Идите, как он сказал, идите с миром, пред Господом путь ваш, в который вы идете». И вот они сходили и так далее. 18 глава стихи из 14 по 20. Судей 18 глава из 14 по 20. «И сказали те пять мужей, которые ходили осматривать землю Лаи с братьям своим, знаете ли, что в одном из домов сих есть Ефод, Терафим, Истукан и литой кумир». Итак, подумайте, что сделать. Вот, если бы вы подумали, что бы вы сделали? Тут мерзости перечислены. «И зашли туда, и вошли в дом молодого левита, в дом мехи, и приветствовали его. А 600 человек из сынов Дановых, припоясанные воинским оружием, стояли у ворот. Пять же человек, ходивших осматриваясь землю, пошли, вошли туда, взяли истукан, иефод, иерафим, и литой кумир». Священник стоял у ворот с теми шестьюстами человек, припоясанных воинским оружием. Когда они вошли в дом мехи и взяли истукан, иефод, иерафим, и литой кумир, священник сказал им, что вы делаете? Они сказали ему, молчи, положи руку твою на уста твой и иди с нами и будь у нас отцом и священником. Лучше ли тебе быть священником в доме одного человека, нежели быть священником в колене или в племени Израилевом? Что лучше? Священник обрадовался и взял иефод, иерафим истукан, и пошел с народом. Так что лучше? Нарушать Божьи заповеди ради материальной выгоды или проявить верность Богу, испытывая нужду, даже когда не достает на самое главное. Вот это вопрос, который стоял перед Левитом. Но, поскольку он сделал уже до этого один шаг, в маленьком доме Божьем, так, в кавычках, служил, это не помешало ему сделать следующий шаг, стать руководителем служением мерзости для всего колена Дана и ввести таким образом в грех, и, по крайней мере, содействовать идолопоклонству и мерзости во всем колене Дана. Первый шаг в отступлении готовит место для следующих. Итак, кто из вас по-прежнему ждет ответа на вопрос, почему проповедь называется «Внук Моисея»? Спасибо. Спасибо. Хорошо. Ну, вы дождались. Давайте прочитаем. Судьи 18 глава, стихи 30 и 31. «И поставили у себя сыны Данова и Стукана. И Анафан же, сын Герсона, сына Манасии, сам и сыновья его, были священниками в колене Дановом до дня переселения жителей той земли и имели у себя и Стукана, сделанный Михаил во все то время, когда дом Божий находился в Силоме». Здесь впервые называется имя этого Левита. Как его звали? 30 стих. Покажите, пожалуйста, снова. Как его звали? Ионафан. И здесь указывается его происхождение. Он сын Герсона, сын Манасии. Но вот что интересно, когда мы задаем вопрос, а вот был ли у Манасии такой сын по имени Герсона? Ответ – нет. Чтобы сократить время, я опускаю чтение. Но вот в книге Иисуса Навина в 17 главе первые два стиха рассказывают о сыновьях Манасии. Там список есть. Там нету человека по имени Герсон. Среди потомков Манасии нет человека по имени Герсон ни в первом поколении, ни среди его сыновей, ни в последующем. То есть во всей Библии имя Герсон никогда с Манасией не связано. Давайте другой вопрос зададим. С другой стороны. А вот когда мы исследуем имя Герсон и смотрим, чей сын он был, что Библия нам отвечает. Чей сын? Давайте посмотрим на книгу Исход 2 главу стихи 21-22. Чьим сыном был Герсон? Моисею понравилось жить у сего человека и он выдал за Моисея дочь свою Сепфору. Она родила сына и Моисей нарук ему имя Герсама, потому что, говорил он, я стал пришельцем в чужой земле. Здесь прочтение такое Герсама. Мне неведома причина, почему так. транслитерировали. Поскольку позже то же самое имя в оригинале 1-й паралипоменон 23-я глава 14-й стих говорит «Сыновья Моисея двоеточие». Что написано? 1-й паралипоменон 23-я глава 15-й стих, пожалуйста, 15-й покажите. Сыновья Моисея Герсон. Да. То есть, кем чьим сыном был Герсон? Ответ «Сыном Моисея». Сыном Моисея. Интересно отметить, что в Септуагенте, в греческом переводе Священного Писания, который был изготовлен еще до начала Новой Эры, так и написано «Это был Иоаннафан, сын Герсона, сын Моисея». По-другому никак. То есть, у Моисея был сын по имени Герсон. Герсон был сыном Моисея, а Иоаннафан, соответственно, кем? Внуком. Вот почему проповедь называется «Внук Моисея». Но появляются вопросы, почему же так написано? Почему в одних переводах тут у нас Монасия, в других переводах у нас Моисей. Как это все уразуметь, как это все понять? Речь идет, дорогие, об особенностях еврейского текста подлинника. Покажите, пожалуйста. На экране вы видите фотографию фактического свитка книги Шуфтим, книги Судьи. И вот то, что я выделил для вас красным, это вот то самое имя, которое в одних переводах Моисея переведено, в других переводах Монасия. То есть перед нами фраза «Бен», и дальше можно прочитать «Бен-Моше», «сын Моисея», либо прочитать «Бен-Менаше». Вы видите, что одна буква в этом имени, она вверху, она как бы висит, она выше всех остальных. Давай теперь посмотрим сравнение этих двух имен. То есть имя Моисея и имя Монасия в подлиннике выглядят идентично кроме одной буквы, буквы «Нун». И эта буква «Нун», она не является частью текста, она подвешена над текстом. Эта вся история очень интересная уходит корнями в период работы масоретов, когда переписчики делали огласовки, тогда, читая Герсон, сын, то есть Иоаннафан, сын Герсона, сын Моисея, они решили сделать вот что. Они не решились изменить текст, но они решились надписать букву «Н», чтобы было не Моисея, а Монасия. Почему? Кто подскажет? Потому что имя Монасия в истории израильского народа связано с самым большим грехом, который какие-либо цари когда-либо делали. Давайте читать. Это у нас 2 Паралепоменон 33, 9. «Но Монасия довел иудеев и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов израилевых». То есть в еврейском языке сын кого-то, например, сын грома, что означает? Или сын утешения, что означает? Это передается качество. Поэтому раввины, и это зафиксировано в Талмуде, в других документах, они пишут, что они хотели вот этим значком, они не могли посягнуть на текст, но они хотели этим значком помочь репутации Моисея. Потому что у такой величины, у человека Божия, с которым Господь лицом к лицу говорил, написано, не было иного такого пророка, познаем иным чудесам и так далее. Как у такого человека мог быть такой внук, который возглавил мерзости, идолопоклонства и волшебство в колене данного? И эта история, она древняя. В общем, те, кто изучает текст, это им известно. Поэтому современные переводы практически все говорят Янафан, сын Герсона, сын Моисея. Вот о чем идет речь. Гордитесь ли вы своими предками? Гордитесь ли вы своим происхождением? Если посмотреть на эту историю в контексте истории христианства, то вот есть такой тезис, который часто повторяется представителями ортодоксальных направлений христианства. У нас апостольская преемственность. Наш священник был рукоположен священником, который был рукоположен священником, который был в свое время рукоположен священником, который был рукоположен Петром самим. Давайте посмотрим на следующий слайд. К сожалению, только те, у кого зоркий глаз, смогут все прочитать. Это фотография списка, которая находится в базилике святого Петра в Риме, в Ватикане. И тут список римских пап. Первый из них, видите, крупным шрифтом, крупнее других, как зовется, написано «Эс Петрус» – «Святой Петр». И год его смерти указан 67-й или 64-й, и дальше все последующие. То есть католическая церковь, православная церковь, иные ортодоксальные церкви – для них вот это обстоятельство, что мы можем проследить свою преемственность, преемственность апостольского рукоположения вплоть до апостола Петра, считается доказательством в пользу истинности. И причиной большой гордости я вспоминаю, как однажды здесь, в районе Большого Сиэтла, не знаю, как после того, как я приехал, стал печататься в местных изданиях периодических, один человек мне позвонил только лишь для того, чтобы уведомить меня в следующем. Он говорит, я на 20 веков старше вас. Я на 20 веков старше вас. Имея в виду, что я протестант, у меня без году неделя, вот моя традиция. А он в предках своих, в поколениях своих священников, он существует уже со времен апостола Петра. Там, где история чуть менее внушительная, по размеру говорят, я адвентист в пятом поколении, или в четвертом, или в третьем. И порой это произносится именно вот так, как я произнес. То есть, дескать, ты кто в сравнении со мною? Как будто бы он сам эти пять поколений прожил, да? Я адвентист в пятом поколении. Это как? Ты можешь быть человеком Божьим только в своем поколении. Потому что, как говорят американцы, God doesn't have grandchildren. У Бога нет внуков. У Него только лично, непосредственно. Ты от Бога лично должен родиться. Для того, чтобы духовный опыт состоялся. Но, тем не менее, вот эта вот тема, кто у кого предок, что у кого в истории, мой дедушка, моя прабабушка и так далее. Конечно, приятно. Конечно, приятно. Но это абсолютно ничего не значит. У Иоаннафана дедушка был величайший пророк. И что с того? И что с того? Иисус Христос на эту тему говорил так. Иван Гляд, Луки 3, глава стихи 7-8. Иоанн, приходившему креститься от Него народу, говорил, «Порождение Ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния. И не думайте говорить в себе, Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Наш отец Авраам, мои предки – то, другое, третье. Не думайте говорить, не думайте этим хвастаться, не считайте, что ваше происхождение имеет какую-то значимость в Божьих очах, потому что Бог из камней может воздвигнуть детей Аврааму. А главный вопрос какой? Есть ли у вас плоды покаяния? То есть, каковы вы? Каковы плоды вашей жизни? Вот это и есть главный вопрос. Каковы твои плоды? Вот это некоторые уроки, которые содержат Священное Писание в истории о внуке Моисея. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok